Концерн Great Wall Motor стал официальным партнёром рекордного полёта на тепловом аэростате, в котором приняли участие знаменитый путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Миняйло. Главной целью было улучшить рекорд протяжённости беспосадочного полёта. Нынешний установил японец Мичио Канда ещё в 90-х годах. Кстати, рекорд продолжительности такого полёта уже принадлежал России, но Конюхов и Миняйло планировали его обновить. А внедорожники Хавейл H-9, Тэнк-300 и пикап Great Wall Poir возили экспедиционную команду и оборудование, а также удерживали на фалах аэростат при подготовке к взлёту. Специально для этого полёта был изготовлен самый большой воздушный шар в истории российского воздухоплавания. Его объём – 12 тысяч кубических метров, вес – 360 килограммов. Высота в готовом к старту состоянии – 36 метров. Одна из ключевых проблем такого проекта – выбор подходящей погоды. Вылетаем. Вот сейчас погода хорошая, ветер дует хороший в сторону Байкала. Нам надо в воздухе продержаться три дня. Но там, на севере, где у нас шар лежит, где мы, а тут должны стартовать, там ветер дует на земле очень сильный, и мы не сможем шар надуть. Именно поэтому дату старта определили буквально в последний момент. Другая сложность – топливо. Для этого проекта изготовили 80 композитных газовых баллонов. Естественно, на борту установили необходимые устройства связи и передачи координат, чтобы штаб мог следить за перемещениями путешественников. Любой рекордный проект – это всегда новые технологии. Мы сейчас собираемся побить рекорд японского пилота Минчи Аканда. Он летал в 1997 году, пролетел расстояние 2360 километров. Взлетел он на западном побережье Австралии и улетел там чуть ли не до Сиднея. Это было практически 25 лет назад. Баллоны, которые он использовал, были стальные, более тяжелые, у нас композитные. Прогнозы погоды у нас сейчас гораздо точнее, чем были 25 лет назад. То есть современные технологии, современные материалы, конечно же, участвуют во всех рекордных проектах. Полет начался в 5 часов утра на аэродроме в Кировске неподалеку от Мурманска и проходил за полярным кругом. Путешественникам удалось установить рекорд протяженности без посадочного полета и покрыть 2540 километров. А вот новый рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате на сей раз установить не вышло. А значит, есть к чему стремиться.